Здравствуйте, дорогие коллеги и будущие коллеги. Давайте проверим звук. Поставьте, пожалуйста, от единички до пяти, как меня слышно. Если плохо, то единичку, если отлично, то пятерочку. Все, отлично слышно, да, хорошо. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Екатерина Никулинская. Я являюсь старшим менеджером проекта, 22% мой уровень. Я в открытом звании директор. В лице каталога я закрываю это звание, получаю две большие премии, 70 тысяч рублей и 1000 долларов. А также я являюсь по совместительству мамой двоих замечательных сыновей. Моему младшему сыночку Тимуру год и 4 месяца, а старшему Максу скоро будет 8 лет в мае. Спасибо, что вы сегодня пришли. Начинаем. В ноябре 2015 года я открыла индивидуальное предпринимательство и теперь я сама себе начальник. Вот мое свидетельство, я его сфотографировала, положила в папочку, оно у меня лежит в моем ящичке в комоде и теперь я просто независимый человек ни от работы, ни от начальников, ни от будильников. Составляю сама себе график, когда хочу, тогда работаю, когда не хочу, тогда отдыхаю. Я хочу вас познакомить с проектом. Девиз нашего проекта, только помогая заработать другим, заработаешь сам. Наши партнеры приходят нам зарабатывать, а не тратить. Поэтому все интернет-инструменты и онлайн-обучение предоставляются абсолютно бесплатно. Проект построен на потреблении. Вам еще не платят деньги за то, что вы чистите зубы и моетесь? Теперь будут. Современный подход. Очевидно, что интернет-бизнес прочно вошел в нашу жизнь и мы либо принимаем эту новую реальность, либо остаемся за бортом. Нет обязательствам и условиям, нет начальникам и будильникам. Да, в свободе действий только добровольный выбор. Сейчас я хочу спросить, дорогие гости, есть ли сегодня на вебинаре люди, которые еще не зарегистрированы в проекте. В проекте «Экспресс-карьер» и в компании «Арифлейн», которые еще думают, регистрироваться или нет. Если есть такие люди, поставьте, пожалуйста, плюсики. Есть ли люди, которые еще не зарегистрированы, которые еще думают? Витяслав, Кристина, Юля. Три человека, да? Хорошо. Значит, отлично. Этот выбор стоит только за вами. Надеюсь, что сегодняшний вебинар вам очень поможет в этом выборе. Еще вопрос. Есть ли новички, которые только совсем недавно пришли в проект «Экспресс-карьера», которые совсем недавно зарегистрировались? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Буквально неделю назад, две недели назад. Хорошо, хорошо. Много. Много вас. Надеюсь, вам понравится в проекте, и вы добьетесь всех поставленных целей перед собой в ближайшее же время. И вам совет. Обращайтесь почаще к своему спонсору, то есть к человеку, который вас пригласил. И гарантированно говорю, что все спонсоры обожают, когда их заваливают вопросами новички. Я и сама своего спонсора атаковала когда-то вопросами поначалу. Не стесняйтесь. Как у нас говорится, спонсор достается тому, кто его достает. Доставайте своего спонсора, и вы увидите, как быстро вы начнете расти и зарабатывать большие деньги. И еще один вопросик у меня. Есть ли в чате кто уже достиг какого-то уровня в нашем проекте? И напишите, какой уровень вы достигли от 3% и выше. Поставьте, пожалуйста, свой процентный уровень. Директор, 15%, 9, 12, 15, 3, 6, 6, 15, много, много. Классно, классно. Умнички, молодцы, большие молодцы. Только вперед вам желаю. Только вперед и выше, выше, покорей на лестнице. Я хочу рассказать вам, как я жила до проекта. Я работала в банке «Русский стандарт». Возможно, слышали о таком. 4 года. Сначала я просто сидела в магазинах, в кредитном отделе, оформляла кредиты людям на телефоны, ноутбуки, на бытовую технику, даже на золото, на мебель. Много вот всяких кредитов я оформляла. И работа была, я скажу вам, не из легких. Может быть, кто-то из работы, может быть, кто-то моя бывшая коллега. Люди все разные, как вы знаете. Каждый клиент, как хотел, так и общался с нами, кредитниками. Все знают фразу «клиент всегда прав». Ну, естественно, все прокачают свои права, ну, а нам приходилось только кивать головой и улыбаться. Улыбаться и слушать их. Хотя это все было очень неприятно, все это выслушивать. Если кто-то оставлял на жалобу, филиал, нам приходилось лишаться премии. Поэтому все это мне очень не нравилось. Конечно, можно было продержаться на зарплате кредитного специалиста, но все равно это все было очень неприятно, и не хочу я больше так жить. Затем меня перевели в отделение банка, в самоотделение, в офис. Там я пропадала практически круглыми сутками. Были огромнейшие планы на кредиты, на кредитные карты, на все-все-все. Если планы не выполнялись, нас постоянно депримировали. Постоянно, за все. Если клиентам что-то не нравилось, они жаловались, нас опять депримировали. То есть мы заработали премию в 5-7 тысяч, нас ее лишали на 100%. То есть получалось около 10-15 тысяч в месяц. Что это? Это просто гроши. Или такая престижная работа в банке. У меня на то время уже был маленький ребенок, мой Максим. Приходилось его оставлять с нянями. Я нанимала нянь. Я его почти не видела. То есть мне нужно было дать деньги няне. Купить продукцию домой. Приходила домой поздно, уставшая и злая. Быстро что-то готовила, укладывала ребенка спать. А утром снова вставала по будильнику, еле-еле. Я, если честно, вообще ненавижу вставать по будильнику. Как я терпела эти годы, я не знаю. Вставала, отводила ребенка в садик, не завтракая, ехала в тесно маршрутке со злыми людьми на работу. Кстати, непонятно, почему люди в маршрутках по утрам всегда такие злые. Скорее всего, потому что тоже ненавидит свою работу. А что делать? Деньги-то нужны на жизнь всем. В общем, жили мы от зарплаты до зарплаты. Конечно же, в минус. Потому что, естественно, как и у многих граждан России и всех других стран, у нас были кредиты. Получаешь зарплату, сразу отдаешь за квартплату, за кредиты, покупаешь самое необходимое, покушать. И опять целый месяц потратишь и потратишь на ненавистной работе. Не видя ни семьи, ни отдыха, ни жизни в конце концов. Потому что ты должен-должен приходить на работу в восьми утра и уходить, когда отпустят начальство. Начальство, как вы знаете, вообще все равно на вас. Ему все равно, что дома ждет семья, что дома ждут дети. Ему нужно, чтобы вы отработали свое, и он получил за вас денежку. В отдыхе, конечно, вообще речи не шло. Максимум по Волге, летом на теплоходе покататься полчаса и морозного покушать. И о каких-то там жарких экзотических странах приходилось только мечтать. Экипия, Турция, Таиланд, Америка. В этих странах я очень мечтаю побывать. И я знаю, с проектом я там точно побываю. И вот летом 2014 года я ухожу в декрет. Ура! Отдыхать! Сначала, да, я отдыхала. А денег-то стало еще меньше. Потому как работать остался один муж. И в октябре 2014 года я родила второго ребеночка. Мы на седьмом небе счастья. И вдруг денег стало еще меньше. Поначалу мы с мужем пытались записывать свои расходы в блокнот. Позаписывали. Поняли, что на лишнее мы не тратим. Потом мы стали постоянно плетать в суперэкономный режим. Хотя когда в день тратят не более установленные суммы. Либо не тратят вообще. Пушали, как говорится, макароны с сосисками. Мне так хотелось что-то себе купить из одежды, из косметики. Из еды чего-то такого экзотического. Приходилось выпрашивать на какие-то вещи, деньги у мужа. А я это делать могу только через силу. Не люблю вообще у кого-то что-то просить. Я даже в детстве у родителей очень редко чего-то просила. Так вот, муж мне постоянно говорил. Катя, пойми, что денег нет тебе на эту вещь. Потом как-нибудь купим. В общем, я как бы про шайка. И мне хотелось плакать. Хотелось уйти в себя. Задепрессовать. И тут. В конце наиболее 2014 года. Когда моему младшему сыночку было 2 месяца всего, меня приглашает одна девушка в проект. Она просто лайкнула пару моих фотографий вконтакте и попросила с друзья. Я, конечно же, зашла посмотреть, кто-то там меня добавляет. Я увидела девушку. Это была Александра Тараканова. Мой теперешний спонсор. Я увидела на стене у нее картинку о том, что она приглашает целеустремленных мамочек в декрете по работе в интернете на дому. Я поставила плюсики под картинкой. И Саша мне написала в личку подробности. Вот этот скрин я нашла. Наши самые первые переписки. И все. С этого момента моя жизнь поменялась просто в корне. Я повернула на 180 градусов и пошла другой дорогой по жизненному пути. Я стала выполнять рекомендации Сашеньки. Мы созванились в скайпе. Она мне объясняла многие нюансы. Я доставала ее вопросами и пошло-поехало. Я влилась полностью в работу. В этот проект я влилась полностью с головой. Близкие друзья мне многие крутили пальцем у виска, обзывались. Сектантка. А муж вообще говорил, что невозможно в интернете законно зарабатывать. Занимайся лучше домашними делами. А то страдаешь непонятно чем тут. И даже искал мне какие-то доводы в интернете. Якобы это развод и лохотрон. Весомого ничего он не нашел. У нас были даже партии скандалов. Но я ему сказала. Илюш, пожалуйста, дай мне время. Просто дай время и не препятствуй. Он сказал, хорошо, работай. Но только чтобы это не приносило ущерб нашему бюджету. Все. Я начала рекрутировать. Я начала пользоваться теперь уже любимейшей продукцией компании. Я начала общаться с коллегами. Коллеги у меня по всей России. А также из Казахстана, Украины и Беларуси. Во всех странах есть мои веточки. Мои новички. С всеми мы дружим очень хорошо. Мой рост в проекте. Ноябрь 2014 года. Регистрация в проекте «Экспес-карьера». Март 2015 года. Начало работы. Апрель 2015 года. Я выхожу на 3%. Вот за этот период, снаряд по апрель, я обучалась. Я смотрела очень много вебинаров. Потом у меня наступала какая-то лень. Все, наверное, это знают. Это чувство, как там «Ой, лень, не пойду-ка, не хочу я сегодня ничего делать». И так у меня 2-3 месяца длилось. И потом я включилась в работу. В апреле же я выхожу на 6%. В августе на 9%. Сентябрь 2015 – 12%. Сентябрь 2015 – на 15%. Октябрь 2015 – 18%. И в ноябре 2015 я открываю звание директора. И мой уровень 22%. То есть с апреля месяца я каждый каталог росла на один уровень выше. Потому что я очень этого хотела. Потому что я подумала, что ведь скоро мне выходить из декрета. Опять на эту работу. Опять к этим клиентам, начальникам. Подумала, не хочу я этого ничего. Буду я тут работать. Потому что этот проект, я поняла, что он дает свободу от всего. В том числе финансовую свободу. Вот мой скрин бухгалтерской справки. Такие справочки нам высылают каждые 3 месяца. Нам, кто открыл индивидуальный предпринимательство, каждые 3 месяца на почту посылают справку. Если нам нужен оригинал, мы, конечно, тоже возьмем его в сервисном центре. Моя зарплата заказана на услуги компании. Мне кажется, или компания очень щедрая? Как думаете, муж поверил мне, когда мы вместе приехали в банк, и нам вот в первый раз выдали почти 50 тысяч рублей. Конечно же, он поверил. И с того дня он рассказывает всем друзьям, и родным, и близким о том, какая у него супруга молодец, зарабатывает в интернете. Супруга у него бизнес-леди. Он гордится, стал очень мною. Я стала красиво одеваться на какие-то мероприятия. Я стала позволять себе дорогие платья. Для мужа я королева, да и для себя тоже. Необычная серая мышка, домохозяйка, которая умеет только как отдравить плиту, да постирать носки. Теперь моя мысль о том, как я получу зарплату. Думаю, пойду, получу, пойду на шопинг за покупками, куплю себе чего-нибудь деткам игрушек и вкусняшек, и одежки всякой модной. Муж теперь стал мне даже помогать в работе. Даже я уже зарегистрировала, и скоро у нас будет семейный бизнес. Я очень хочу семейный бизнес, чтобы мы были сюда дома, с детьми. Конечно же, с моей зарплатой мы сразу же позволили себе взять машину в кредит. Вот наша ласточка, мы ее очень любим, наша Toyota Corolla. Я когда-то, 5 лет назад, посмотрела на такие машины, на Toyota Corolla, и всегда хотела ее, и думала, как же мне на нее заработать, как же, ну когда же, я когда-то, возможно, куплю себе, но когда это будет. Вот это у нас была девятка, наша девятка, вишневая девятка. Но наша Toyota, конечно же, не сравнится ни с какими девятками, даже десятками. Если бы я не попала в этот проект, неизвестно, позволили бы мы себе такую машину. Не позволили бы, я не знаю, может быть, лет через 10-15, но вряд ли, думаю, нам хочется сейчас жить. Мы молодые, я думаю, что в проекта нам бы долго, то есть копить на такую машину, и даже кредит себе такой позволить. А скоро, через месяц, то есть через каталога, через полтора месяца примерно, мне выплатят премию в тысячу долларов и бонус по программе «Мой автомобиль» – 70 тысяч рублей. Конечно же, мы отдадим за машину сразу же кредит, откупимся от него. И далее по программе «Мой автомобиль» я буду, как и все директора, получать по 9 тысяч рублей бонусом. Каждые три каталога. Это дополнительно к основному доходу. Каждые три недели по 9 тысяч. Скажите, у кого на работе были подобные бонусы? Были ли у кого-нибудь премии по 1000 долларов, по 70 тысяч рублей, по 9 тысяч дополнительно каждые три недели? Скажите, пожалуйста, минус, у кого не было таких бонусов? Нет, нет, нет. Минус? Нет, нет. Одни минусы, да? Смотри, много минусов, конечно. Ну, конечно, ну какой работе, ну какой хоть начальник разориться на такие, на 70 тысяч рублей, на 1000 долларов, какому-то сотруднику там выплачивать, да по 9 тысяч рублей еще доплачивать ему зарплате? Конечно же, нет. Фактически все минусы. Вот. А в нашем проекте у вас будут такие бонусы. И премии за достижение званий. Смотрите, когда вы достигаете звания директор, у вас премия 1000 долларов плюс 70 тысяч рублей. 1000 долларов выплачивается по курсу на день, на который вы закрываете директор. То есть, к примеру, если я закрываю сегодня, курс сегодня примерно 80 рублей, я получаю 80 тысяч рублей. Но я закрываю через два месяца, и если доллар подрастет, конечно же, я получу больше. Поэтому в нашей компании, когда доллар растет, мы только рады этому. Когда доллар растет, мы становимся еще богаче. У нас нет кризиса, нет кризиса, мы живем вне кризиса. Наши директоры уже получают 1500 долларов, это примерно 125 рублей. Другие страны тоже переводите себе в свою валюту. Золотой директор 2000 долларов и так далее. Самый максимальный уровень бриллиантов и президентов получают миллион долларов. И это реально. В рефлейм много денег. Наша задача с вами их заработать. Примерные зарплаты, приблизительные зарплаты по званиям. Смотрите, старший менеджер, директор. Среднемесячный доход директора у нас 33 тысячи рублей. Это отличная зарплата для работы на дому. На дому. Никуда не выезжая, никуда не выходя. Значит, золотой директор, к этому уровню мы все стремимся. Это нужно выстроить две ветки на 22%. С этого уровня начинается пассивный доход. Среднемесячный доход золотого директора 75 тысяч рублей. Этого звания многие добиваются примерно за год. То есть, через год вы становитесь золотым директором и ваш среднемесячный доход 75 тысяч рублей. И смотрите, обратите внимание, что с этого уровня начинается пассивный доход. То есть, вы получаете деньги, даже не работая. То есть, это как сдать квартиру или сдать какое-то помещение, которое у вас в собственности, и получать пожизненно свои деньги. Либо разместить какой-то депозит в банках и тоже получать пожизненно со своего депозита проценты. Но нам не нужно не сдавать ни квартиру, ни вкладывать депозит. Нам просто за то, что мы достигли золотого директора, выплачивают пассивный доход. Поэтому всегда стремитесь к этому званию. Дальше идет сапировый директор, это 4 ветки всего. Годовой доход 1 650 000. Бриллиантовый директор 6 веток. Старший бриллиантовый 8 веток. Дважды бриллиантовый 8 веток. 10 веток. И исполнительный директор 12 веток. Это все, вот это все, вот это все эти ветки, группы, это все реально. Просто вы регистрируете людей и начинаете с ним работать. У вас будут постоянные премии за закрытие званий. У вас будут отпуска, которые оплачивает компания Reflame. Путешествия в самые крутые страны мира. Такие как Италия, Америка, Таиланд, Индия, Египет, Турция, Греция, Срава и много-много других стран. Это все будет бесплатно, потому что оплачивает компания. Скажите, пожалуйста, на вашей работе вы путешествовали когда-нибудь не за свой счет, а за счет своей компании, за счет своего работодателя? Вам дарили путевки, билеты на самолеты? Оплачивали ли вам проживание в отелях зарубежных стран? Было у кого-нибудь такое? Скажите, пожалуйста. Скажите, оплачивал ли кому-нибудь работодатель поездку за границу? Поездку в жаркие страны? Нет, нет, нет. Я вижу, что большинство говорит нет. Да, нет. А теперь вам будут оплачивать путешествия за границу. В 2017 году будет проходить золотая конференция «Арифлейм». Это грандиозное, грандиознейшее просто мероприятие. Будет проходить на двух частных лайнерах шесть звезд, то есть шестизвездочные лайнеры. Будет шесть тысяч участников. До сих пор участники набираются. Мы проплывем два континента, три страны, четыре города. Первый город Рим. Далее будет у нас Греция, остров Миконос. Затем город Пафос. Это где родилась знаменитая Афродита. И еще Афины. Там будут люксовые номера, лучшие пляжи. На каждую семью будет свой обслуживающий персонал. На участниках конференции будет высыпано две тысячи тонн конфетти. Это все реально. Уже сейчас нужно начинать работать, чтобы квалифицироваться на эту конференцию. Потому что в 2017 году «Арифлейм» празднует 50 лет. Представляете, какого масштаба развернется эта конференция? Не важно, на каком их сейчас уровне. Главное, четкая цель и действие. Условия на эту приездку уточните у своего спонсора. Все, кто сегодня здесь присутствует, все имеют шанс поехать на этих двух лайнерах по двум континентам, по трех странам и по четырех городам. Сейчас мы с мужем частенько ходим в дорогие рестораны, с тех пор, как я начала зарабатывать в нашем проекте. Кучаем деликатесы. Раньше только мечтать об этом можно было. Сейчас мы спокойно сели в машину, поехали в большой торговый центр с детками, ходим по бутылькам, покупаем дорогие вещи себе и деткам. Сейчас я захотела, зашла в интернет, заказала себе одежду, купили на белье любой стоимости. Раньше вот сколько нужно было спать на постельном белье, на постельке, пока дыр не затрется, не купишь новую. Сейчас хоть зашла, шелковое белье себе заказала, и мне наплевать, у меня из бюджета, я даже не заметил, как у меня деньги ушли. В общем, жизнь только начинается. Летом мы запланировали уже поездку на юг с детишками. Так классно, что мы можем себе позволить эту поездку не в кредит. Скрепил уже лето. Еще сбылась моя давняя мечта, айфон. Я всегда почему-то о нем мечтала, не знаю почему, но я никогда не думала, что я себе могу позволить айфон. У меня были самсунги там какие-то, но какие-то, знаете, за три тысячи. Айфон, да, на Новый год я просто пошла, то есть 31 декабря 2015 года я пошла и купила себе айфон. Раньше я просто мечтала о нем. Какой хоть айфон, на хлеб бы хоть хватило. Теперь я просто позволила себе получить зарплату от экстресс-карьеры, от Арифлейм. И пошла без всяких кредитов и рассроки пила себе айфон 5С. Что еще для счастья девочки надо, да? Айфон очень удобен использованием. Особенно для работы он не очень подходит, выручает. Очень многофункционален он. Итак, в чем же свой проект? Как я на все это заработала в интернете? Что я делала? Скажите, пожалуйста, есть ли разница между наемной работой и бизнесом в Арифлейм? Работа по найму. Класский график. Начальник. Время до работы от 20 минут до 2 часов. Налог на доход 13%. Стаж идет. Отпуск 1-2 раза в год. Как уж отпустят. Занятость от 8 до 12 часов в день. Риск сокращения и увольнения. Дальше смотрим свой бизнес. Если мы бы открывали свой бизнес вне проекта. Большие капиталы вложения. Риск банкротства. Много времени на раскрутку рекламы. Постоянная занятость. Отпуск. Что это? Постоянная головная боль и стресс. И смотрим бизнес с Арифлейм. Гибкий график. Вложение денег не требуется. Стаж. 17 выплат в году плюс премии и бонусы. 17 выплат, потому что у нас идет 17 каталожных периодов по 3 недели. Поэтому мы получаем 17 раз в году. Время на дорогу 0 минут, так как мы сидим дома. Деньги на обед 0 рублей, так как мы дома сидим. Налог всего 6% на наш доход. 6% потому что у нас упрощенка. Упрощенная система налогообложения. Сам себе начальник. Пассивный доход. Пассивный доход я уже объясняла. Это когда ты не работаешь. Упорная золотой директора. Просто сидишь и денежки считаешь. Бесплатное обучение. Вся работа дома. Зачет компании, банкеты и путешествия по МИО. Выплаты без содержек. Не требуют спецобразования. Есть разница? По-моему она очевидна, да? Между работой по найму, своим бизнесом и бизнесом с Арифлэмом. Как мы не хотим жить и как мы не будем жить? Мы рождаемся. Идем в детский садик. Денег нет. Не зарабатываем. Дальше мы идем в школу. Денег нет. Не зарабатываем. Вступаем в институт. Нет денег. Зарабатываю, но очень мало, да? Потому что мы можем немножко там подработать. Работа после института. Денег нет. Потому что зарабатываю, но ипотека, машина, коммунальные платежи. Потеря здоровья. Потеря здоровья это потому, что мы убиваемся на своей работе. Убиваемся просто. Постоянный хронический недосып. И утомление. Утомляемость. Дальше идет пенсия. Денег нет. Как живут пенсионеры. Посмотрите указ продуктовых магазинов. Как они живут. Как они считают каждую копеечку. Мне жалко таких пенсионеров. Я не хочу так жить. Мы так не будем жить. Так не хотим жить. Итак, три кита, на которых строится весь смысл проекта. Конкретное действие. Их всего три. Что нужно делать, чтобы прийти к успеху? Первое. Пользоваться продуктами Reflame. Покупать не в обычном магазине, а в компании. У вас свой магазин? Затем же относить свои деньги в чужие магазины. Второе. Приглашать людей в свою команду, которые будут дублицировать вас. Повторять те же самые действия, которым научили вас и которые делаете вы сами. И третье. Это обучаться. Это очень важно. Учение свет, а не учение света на работу. Откуда же деньги в проекте, если мы не продаем? Главный вопрос, да? Первым делом все должны понять, что денег из воздуха не получить. Для того, чтобы получать доход от компании Reflame в нашем проекте. Мы всего-напросто начинаем покупать все необходимое для дома, для себя, для своей красоты, для своего здоровья, для себя любимых и красивых, в своем интернет-магазине, в личном кабинете. Кто-то скажет, да, а я вот привыкла покупать магните, шампунь и дезодоранты. Вы первых видели, как люди подходят к селожу, открывают тюбики, нюхают их, трогают, шикают. Представляете, сколько человек до вас подошли, потрогали и понюхали и пустили сюда свои бактерии. А у нас компания только упаковала и сразу отправляет вам напрямую. Вы просто в своем онлайн-каталоге в один клик мышки добавляете все необходимое в корзину и совершаете покупку. Далее, как представляете себе онлайн-каталог, вот он просто открываете и по картинкам смотрите, что вам нужно, там очень много всего. Просто добавляете в корзину, одним кликом мышки, все, что вам нужно. Хоть это будет косметика, хоть это будет даже какая-то одежда, у нас есть много аксессуаров, хоть это будут даже витамины, продукция wellness для здоровья. Также мыльно-рыльное средство. Во-вторых, представляете, насколько накручивается цена продукта, пока сам продукт идет до магазина, до обычного магазина. И сколько еще сам магазин накручивает в цену. То есть вот производитель, потом он отправляет крупно-оптовому посреднику, потом средний оптовик, потом идет мелкий оптовик, потом на рекламу сколько еще тратится. Это все примерно по 30% накручивается. Потом продукт поступает в магазин и что делает директор магазина? Он платит аренду, он выплатит зарплату работникам магазина. Он берет себе, конечно же, денежки, потому что ему тоже надо зарабатывать. И вот это он все тоже вкручивает в цену. Представляете, как стоимость товара увеличивается? И если человек, например, купил в этом магазине, да, вот в обычном, я просто почитала, вот это по 30%, это будет 150%. Он купил, закупился, пошел закупился в магазине на 5000 рублей. Он заплатит не 5000 рублей, которые по себе стоимости, а 7500. Так переплата 150%, это 2500. 2500 рублей он переплатит. Вот, а в компании «Ликфейм» нет таких затрат. Производитель изготовил, отправил потребителю. Все, 0%. У нас, наоборот, огромные скидки за регистрированным пользователем. И за покупку на 5000, то же самое, мы заплатим только 2000, потому что у нас заплачивается за счет объемной скидки 60% от стоимости товара. И это не считая тех 20% от скидки, которые дается просто за регистрированным пользователем. В-третьих, представьте, что вы открыли свой продуктовый магазин. Вы придете покупать молоко и хлеб в магазин через дорогу? Или купите у себя по себе стоимости? Отклейте, пожалуйста, в чат. Если бы у вас свой продуктовый магазин был, вы бы купили продуктов домой где? В соседнем магазине или у себя? У себя, у себя, конечно, у себя. Ну, а может быть, все-таки пойдете через дорогу, денежки потратите, отнесете другому там, начальнику, другому магазину. Выручку сделаете. Да, конечно же, у себя, конечно. Вот, и тут также вы зарегистрировались в проекте. И отныне у вас есть свой магазин, свой шведский бутик. Вы заходите, кидаете в корзину, что вам необходимо. Еще вы рассказываете близким и друзьям и знакомым, что у вас теперь свой магазин. И вы можете предоставить им товар с огромной скидкой. И все, вы купили у себя, вы создали товарооборот. Вы получили за это деньги в виде скидки. Понятно, да? Основа проекта – это личное потребление. Себе, своей семье, своим родственникам и друзьям мы предлагаем свой онлайн-магазин. Почему родственники ваши поддерживают других начальников, там, директоров магазинов? Конечно же, они поддерживают вас. Просто сказать, у вас есть свой онлайн-магазин. Итак, мы поняли, что мы потребляем у себя личный магазин. Всем удобнее наш бизнес в интернете. Смотрите, мы так не работаем. Продажи по каталогам, продажи продуктов, список знакомых, обзвоны, приставания на улицах, анкеты, листовки, промостойки, склад продукции дома, стрельку сонить, продать. Нет, мы так не работаем. Мы работаем так. Личное пользование, работа только в интернете, работа на дому, свободный график, возможность совмещения, карьерный рост, обучение бесплатно и свободно, онлайн, стаж и пенсионное отчисление, всегда дома, рядом с семьей. Итак, мы поняли, что мы пользуемся отныне продукцией своего магазина. Теперь вопрос. Но много ли я заработаю, если просто буду покупать у себя? Конечно, заработаю, деньги небольшие, да? Ну, на скидки мы заработаем, конечно, много, потому что ни в каком магазине вам не дадут скидку 60% на товар, постоянную скидку такую, как в вашем интернет-магазине Алифлейм. И с этого момента нужно начать понимать, что нужно рекрутировать. Рекрутирование – это приглашение людей в свою команду. Наш проект таких же людей, как и вы. Точно так же, как и пригласили вас, вы приглашаете людей. Они тоже начинают покупать у себя все необходимые товары с такой же скидкой. Точно так же они начинают приглашать людей, которые тоже вы покупаете у себя. Таким образом создается товарооборот вашей структуры, с которого вы и получаете денежки. В компании существует условная единица товарооборота. Это балл бонуса. Один балл бонуса в России, примерно, составляет полдоллара, например, на 35-40 рублей. Можете перевести легко в денежную единицу своей страны, и посчитаете. Просто доллар переводите в свою валюту и делится пополам. Так вот, тем больше баллов, бонусов в вашей команде от приглашенных вами людей, которые просто покупают для себя продукцию, тем больше ваш заработок. Смотрите, вот, к примеру, нижняя правая картинка. Смайлик, да, верхний, розовый. Пригласил двух человек. Вы пригласили двух человек. Потом какое-то время вы не работали, у вас какие-то дела, либо вы работаете, ну, просто обучаетесь, смотрите. Вебинары по рекрутированию. И эти два человека, пока вы там не работали, пригласили еще по два человека. У вас под вами уже шесть человек. Потом эти два человека, которых вы сами пригласили, тоже что-то там не работали, отошли от дел. А те два человека, которые их пригласили, пригласили еще по два человека, всего по два человека. Света, насколько в вашей структуре уже людей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и семь. 14 людей, эти 14 людей пригласили еще по 2 человека, представляете, сколько уже под вами, и так далее, и так далее, и так далее. И со всей этой структуры вы получаете процент отличного пользования каждого из вами пригласенного. Даже если кто-то какое-то время не работал, другие все равно работают, они также приглашают людей, также просто моются и бреются продукты Reflame. И каждый из них, кто под вами, он вам не подчинен, он сам себе хозяин. Он захотел и не стал работать, а захотел и стал работать, и приглашает по 10 человек в день, перегастрировать их, и он может заработать еще больше, чем вы. То есть тут зависит уже от вашей активности, сколько вы хотите денег, столько вы и заработаете. Сейчас я покажу табличку наших доходов. А, секунду, я хотела вам показать, какая же бывает на самом деле пирамида, если бы кто-то подумал, что у нас пирамида. Вот у нас, как в жизни, примется коммерческий директор сидит, хозяин такой, под ним руководители отделов, и вот под всеми ними менеджеры по продажам, которые пляшут вокруг них, выполняют их требования, выполняют их планы, а денежки-то вверх-вверх, они все вверх. А еще вот так вот может быть. Почувствуйте разницу, обычный бизнес, один хозяин, и все, все подчиненные вокруг него пляшут хороводом, все это там делают, подлизываются к нему. И вот наш сетевой бизнес. Каждый сам себе хозяин, каждый сам себе начальник, и все мы партнеры, и все мы просто помогаем друг другу. У нас работа командная, поэтому мы просто, мы команда, у нас нет начальника ни одного, мы все сами себе начальники. Так, вот традиция доходов и уровней. Начинаем мы, это для России, уровня 3%. Нужно набрать 150 баллов групповых. 150 баллов можно набрать даже самому. Вы получите 1000 рублей. Да, мало. Идем дальше. 6% – 1500 рублей. Идем дальше. 9% – это уже звание менеджера. С этого уровня мы начинаем получать премию по турборосту. То есть, нужно удержать два каталога этот уровень, и вы получаете 1500. То есть, 3000 рублей. Дальше, за 12% – 3000 рублей. Это не считая вашего дохода, да? Просто премия дополнительно. За 15% – 6000, за 18% – 9000 рублей. На уровне 22%. Нам нужно набрать 7500 в групповых баллах, но это уже очень легко сделать, потому что под вами уже огромная структура, которая сама за себя уже работает. Каждый там сам себе начальник, и каждый строит свои веточки. То есть, вы легко выходите на уровень 22%, и ваш доход за 3 недели подставляет примерно 28000 рублей, и плюс вы еще получаете премию – 12000 рублей. Дальше идут директорские звания. Директор у нас получает 33000 рублей среднемесячно-средних каталогов. И когда мы закрываем уровень директора, мы получаем 1000 долларов. То есть, я уже говорила, там мы получаем 70 тысяч рублей и 1000 долларов. Это для всех стран. Старший директор уже имеет 50 тысяч в среднем, получает премию также за закрытие звания – 1500 долларов. Золотой директор. С этого уровня начинается пассивный доход и финансово свободно. Там мы имеем 75 тысяч рублей в месяц, и премию за достижение звания – 2000 долларов. Дальше идет старший золотой директор – уже 100 тысяч рублей приблизительный заработок, и также премия. Это я вам показала табличку «Ближайшие перспективы». То есть, вот это все за год вы можете заработать. Приплюсуйте себе, сложите, и вот это все вы получите. После этого уровня старший золотой директор мы начинаем идти дальше. Дальше тут у нас саптированный директор, бриллиантовый директор, исполнительный директор, и так дальше, дальше, дальше. Эти доходы начисляются на расчетный счет в банке. Расчетный счет вы открываете, когда захотите. То есть, ставил ваш доход 10 тысяч, все, заключаете договор с компанией, вам присылают документы, вы их подписываете, отправляете обратно, и все. С этого момента вы полноправный, индивидуальный предприниматель, который получает свои деньги на свой расчетный счет, официально, законно, при чем идет трудовой стаж и пенсионное накопление. Я считаю, что это более чем круто, сидеть дома и зарабатывать такие деньги. Кругу семьи. На уровне 3% нет еще расчетного счета, правильно, Наталья. Так зачем вам расчетный счет, если вы только 1000 рублей получили? Вы выйдете на 6%, вы еще получите денег, потом еще выйдете на побольше уровня, еще день, и когда вы немножко подмокопите, все, открываете расчетный счет и получаете свои деньги на карточку каждые 3 недели. Наталья, да, могу скинуть свою презентацию, найдите меня, пожалуйста, ВКонтакте. Это Ксения Никулинская, напишите мне, я вам пришлю. Смотрите, секрет, как быстро стать дилатым директором? Я извиняюсь, пожалуйста, давайте я вам все расскажу, все, что подготовила для вас, а в конце я отвечу на все-все-все ваши вопросы, просто чтобы не отвлекаться, давайте просто других пользователей. Давайте. Секрет, как быстро стать дилатым директором? Расскажу секретик, смотрите. Первый каталог, вот вы зарегистрируете, ну, к примеру, в этом каталоге, да, у вас идет первый каталог. Вы пригласили 3 человека, у вас уже четверо в команде. Вы все сделали по 100 баллов, у вас 400 баллов, вы на 3%. Идем дальше. Второй каталог. Каждый из этих 4-х человек, то есть в том числе вы пригласили еще по 4 человека, у вас уже 16 человек, групповых баллов 3600, вы на 9%, вы уже менеджер. Третий каталог. Все ваши партнеры, и вы пригласили еще по 4 человека, у вас уже 64 человека, ваши групповые баллы составляют 6400, и вы на 18%. И четвертый каталог. Все также пригласили по 4 человека, у вас в структуре 256 человек, и ваши групповые баллы составляют 25600. Ваш уровень 22%, вы золотой директор, с уровнем дохода от 75000 до 100000 рублей. То есть вам нужно строить 2 ветки, приглашать людей и регистрируйте их то в одну ветку, то в другую ветку, чтобы вырастить 2 ветки на 22%. Все, за 4 каталога у нас есть люди, которые делают и открывают звание золотых директоров. Это все реально, это просто нужно захотеть и сделать. Ничего, сложно. Спрашивайте у спонсора, спросите у него все инструменты для работы, спросите у него какие-то вебинары полезные, спросите у него всю информацию, и вы все это сделаете. Очень просто. Еще учитесь рекрутировать. Обязательно приходите сегодня в 18.00 по Москве на вебинар по рекрутированию. Будет вести Эльмира Бакланова, очень опытный рекрутер, так что приходите, будем обучаться. Хочу сказать про фишку нашего проекта «Экспресс-карьера». Фишка нашего проекта в том, что мы регистрируем людей друг по другу по цепочке вниз. То есть каждого последующего приглашенного человека вы регистрируете по предыдущего. То есть идет как цепочка-сосиска. Таким образом, даже если вы не будете работать хоть месяц, хоть два, ваши люди будут дальше приглашать людей и покупать для себя продукцию, и ваш уровень будет постоянно, непрерывно расти. Вот в этом самая главная фишечка нашего проекта. Но вы должны понимать, что тем больше вы помогаете вашим новичкам, тем больше вы их учите. Учите их зарабатывать, тем больше заработаете вы. Поэтому старайтесь помогать всем, вашим новичкам, даже новичкам, ваших новичков. Знаете, что девиз проекта, да? Только помогая заработать другим, заработаете вы сами. Например, посмотрите, как здесь изображено. Вот ваш спонсор вас пригласил. И вот вы. Вы начали строить две веточки. Вы пригласили Лену, к примеру, и Таню. Вы их загресили под себя. А тем временем, ваш спонсор пригласил человека Иру и загресил его тоже под вас. То есть, таким образом, у вас может быть сразу три веточки. Дальше, к примеру, вы отошли от дел, и ваша Лена и Таня пригласили еще к одному человеку. А спонсор тоже тем делом пригласил Надю. И так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть, люди могут уходить и приходить, но ваш уровень и ваша структура будут непрерывно расти. Все ветки. Да, одна спонсорская, спонсор всегда под вас будет строить веточку, пока вы не станете самостоятельным партнером. И вы строите, можете строить сразу же две ветки. Это сразу же вы выходите на старшего золотого директора. Если вы будете строить одну, и ваш спонсор вам одну, то золотой директор вам, конечно, тоже обеспечен. Чем больше веток вы строите, тем вы больше званий откроете, тем больше денег заработаете. Но для начала строите только две ветки, не более. Самая главная особенность нашей работы, это то, что все расходы компания берет на себя. Функции обязанностей компании формирование и сбор заказов, транспортировка, логистика, сбор оплаты, техническая поддержка 27 на 7 по высоте, маркетинг, материальная и финансово-административная ответственность, контроль законодательства и юридическая поддержка. Мы ничего этого не делаем. Мы ничего этого не делаем. Все это делает наша компания за нас. И это все бесплатно, все эти услуги от компании. Мы всего лишь выполняем информационную функцию. Нам просто нужно сообщить людям о нашем проекте и предложить нам им работу в нашей команде, в нашем проекте. И с того момента, как вы зарегистрировались в проекте, вам предоставляется личный кабинет на сайте компании Reflame. Это ваш онлайн офис. Здесь вы можете видеть, да, вот это мой скрин из моего личного кабинета. Екатерина Валерьевна, это мой личный кабинет. Уровень старший мензор. Здесь всегда отображается ваш уровень текущий. Здесь можно поставить стартовую программу. Здесь можно поставить новости компании с родину, то есть самые свежие новости. Здесь можно по разделам поставить главная страница, поддержка продаж, там все-все-все-все-все о нашей компании. Заказы, то есть здесь можно поставить наши заказы, что мы когда-либо делали, на какую сумму, и когда нам оплачивать. Мой бизнес. А, еще в наших заказах можно поставить свой накопленный доход за каталог. Мой бизнес. Вот в этом разделе «Мой бизнес» вся информация о нашей структуре. То есть, например, у нас даже если 100 человек, 200, 1000 человек, мы все о каждом там видим и смотрим. То есть вам не нужно никаких отчетов вести. У вас все в личном кабинете. Зашли и посмотрели, кто там все делал, кто на каком уровне, кому там помочь, кого там подтормашить, чтобы, знаете, уже работать. В общем, все посмотреть. Обучение. Здесь просто в свое свободное время, если вы хотите еще больше обучаться, больше, чем на вебинарах, и я своего спонсора, здесь проходит обучение. Тоже онлайн. Тоже все бесплатно. В нашем кабинете лично очень много всего интересного. Советую вам там посмотреть. Здесь есть информация о бизнесе, то есть сколько у вас за этот период, например, закаталов новичков, сколько покинули премьер-клуб, сколько потеряли процент уровень, сколько новых званий в вашей группе, сколько квалифицировалось премьер-клуб, сколько юбилеев, день рождения и так далее, и так далее. Это много всего, много. И база активных консультантов на данный момент, к примеру, если 60 человек из 215 у вас работают, то 28% у вас база активных консультантов. И так далее, и так далее. Всю информацию, вы просто заходите в свой кабинет и смотрите. Вам никаких отчеток самим не нужно висеть, ничего не нужно записывать. Просто заходите в кабинет и все смотрите. Так, что нужно делать? Посмотрите, это список стран, с которыми работает компания Reflame. Этих стран 50. Я посмотрела специально в интернете, в гугле, сколько стран в мире. Стран в мире примерно приблизительно 200 штук. 200 стран. Получается, что компания Reflame работает с одной четвертой частью планеты. Представляете? И вся эта одна четвертая часть очень легко находится в интернете. Вся наша работа происходит в интернете. Интернет – это огромнейшая площадка, на которой давно уже миллионы людей зарабатывают деньги. Здесь нет отнесений абсолютно никаких. Мы можем заглянуть в любой город, в любую страну, в любой уголочек нашей планеты, из 50 стран, и предложить людям работу. То есть, из 50 стран мы заглядываем в любую, предлагаем людям, то есть, если мы знаем какой-то язык в любой стране, мы там работаем. Интересно, легко работать с странами СМГ, потому что у всех есть общий язык. Мы с ними тоже работаем. Из каждого, с каждого предложенного человеческого, даже из какой-то далекой страны, мы будем иметь процент. Работаем мы в той сети, где нам комфортно. То есть, если, например, мне удобно работать в Инстаграме, там, ВКонтакте, я работаю ВКонтакте. Удобно мне в Скайпе, в Фейсбуке работать, я там работаю, в Твиттере, в Одноклассниках, где угодно. Даже можно на Ютубе работать. Наши действия. Создаем страничку в любой соцсети. Именно для работы, не лично, создаем для работы, для рекоментирования страничку. Ставим статус на этой страничке. Например, что приглашаем людей в проект, предложение не нужно, продаж нет. Система раскручиваем страничку, добавляем людей, добавляем всю свою команду, приглашаем людей в друзья. Система добавившимся, пишем сообщение с предложением о заработке. Тем, кто согласился, мы высылаем подробное сообщение в свой рекрутинговый сайт. Что такое рекрутинговый сайт? Этот сайт нам достается бесплатно. Спрашивают у своих спонсоров, у всех есть свои условия для получения этого сайта. Это такой инструмент, с помощью которого половина, даже больше половины вашей работы выполняется автоматически. Затем, кандидат ваш регистрируется на этом сайте. Данный приходит вам на почту, и вы регистрируете его в компанию Арифлейм на официальном сайте. Его данные приходят вам на почту, а, и вы регистрируете его на официальном сайте, да. Все, далее вы даете своему новичку, школу новичка от вашего директора, он проходит уроки, тренинги, получает сертификат за прохождение школы, и точно так же, как и вы, начинает приглашать людей. Точно так же, как и вас пригласили в проект, вы приглашаете других людей. Вот и все, все просто. Какие шаги нужно сделать, да, при регистрации новичков? Регистрируете новичка, даете ему обучение, получаете сертификат, видеоинструкции, приглашаете на вебинары в 14.00-18.00 по Москве, помогаете разобраться в сути, учите рекрутировать, он вас дублицирует и также начинает регистрировать новичков. Точно так же, как и вас пригласили в проект, вы приглашаете других. Вот и все. Все просто. Как мы не будем работать, да, как выглядит настоящая работа, то есть наемная работа? Вид хозяин с большим баком прибыли, отливает директору часть, директор отливает старшему менеджеру, старший менеджер отливает менеджеру, и менеджер дает капельку работнику, маленькому, уголотникому, лысому. Вы еще боитесь попасть в лохотрон? Мы тоже боимся, поэтому строим свой бизнес. Что мы имеем от проекта? Мы становимся тем слоем населения, которое работает сами на себя, и не зависит от начальников, будильников, мы индивидуальные предприниматели. У кого самые лучшие машины? У кого самые большие дома? У кого самые лучшие путешествия? Конечно же, у бизнес-фленов, у нас, у тех, кто занимается предпринимательством. Вот мы как раз и отнесемся к ним. Мы имеем стабильный, постоянно растущий доход. Да, у сетевиков, Лиля, правильно. Мы имеем стабильный и постоянно растущий доход. Мы имеем трудовой стаж, так как у нас оформлены все официальные соответствия законодательства. Мы имеем пенсионное накопление. Мы имеем каждые 3 недели зарплату на свой банковский счет, на карту. Мы начинаем себе позволять то, что никогда бы себе не позволили работать на обычной работе, либо позволили бы, но через пару десятков лет. Затем ждать. Жизнь идет. И в нашем проекте мы имеем это прямо сейчас. Мы имеем это сейчас, потому что мы это сами захотели. Мы это сами заработали. А также мы начинаем путешествовать за счет компании. Не за свой счет, а за счет компании Reflame. Компания Reflame очень щедра своим консультантам и менеджерам, и директорам в плане оплаты и в плане наших путешествий по всему миру. И не могу не рассказать о том, что во втором каталоге началась квалификация на менеджерскую конференцию на менеджерскую конференцию в Сочи. То есть мы летим в Сочи. Нам всего лишь нужно выполнить кое-какие условия, узнавать у своих спонсоров. На эту конференцию могут поехать абсолютно все. Только что зарегистрированные консультанты тоже могут. То есть до 6-го каталога регистрируются новичков, и они также смогут поехать в Сочи. Такого еще не было никогда. Вот спросите своего спонсора, как попасть на конференцию, он вам все расскажет и покажет. Самое важное условие – нужно быть зарегистрированным в компании Reflame. А также в 2017 году произойдет, пройдет злотая конференция, я уже о ней говорила. Мы летим в грандиозное путешествие по всем, ой, по трем странам. Вам нужно успеть стать злотым директором в этом году в юристинского каталога, и вы истите с нами. Это реально. Есть множество примеров, когда человек за 3 месяца достигал уровня директора. Почему бы этим человеком не стать и вам? Вот мои любимые спонсоры. Виктория Махмутова, Кикина Суетина, Александр Тараканова. Они уже стали мне подругами, настолько я их люблю, они мне как сестры. Они мне помогали во всем, они меня там и поругают, и позовеют, и наставят на путь истинный, и подсоветуют что-то дельное. Спасибо девочке, что вы у меня есть. На конференции я вас обнимаю, зацелую, уже жду и не дождусь встречи. А это моя ключевая команда, мои любимочки. Это люди, без которых я была бы не я, не была бы тем, кем сейчас я являюсь. Спасибо огромное, что вы оказались в моей команде. Батланова Эльмира, Мейерович Надежда, Алена Мальцева, Анастасия Пермякова, Филипп, Эфилактова Нина, Барсукова Екатерина, Салантьева Ольга, Брутова Оксана, Правина Люба, Елышева Оля, Кулькова Лена, Алан Анастасия, и Дема и Олечки Ивановы. Из этих людей, я на самом деле не стала бы тем, кем я сейчас являюсь. И спасибо вам, что вы зарегистрировались именно в мою команду. Я вас на конференции отдаю цветами и конфетами, мы с вами поднимем бокалы. Это наше красивое и настоящее, и красивое будущее. Спасибо, что вы у меня есть. А вот смотрите, что я приобрела в компании Replay. Просто кто-то думает, что тут одна косметика у нас в компании. И все это либо, вот это все, что на фотографиях я приобрела, либо бесплатно, либо по мизерным ценам. Например, фильтр Барьер, который признан лучшим в России. В том году я взяла за 169 рублей. Тогда как в магазине он стоит от 500 рублей и выше. Целовые приборы, красивые, смотрится аристократично. На них золотое напыление, мне сколько рад. Гости вот у меня, когда приходят, говорят, где такие наборы взяла, они же, наверное, дорогучие. Я говорю, нет, набор стоит 199 рублей. Собор Reflame купила. И правда смешная цена. Но компания Reflame дает нам возможность постоянно покупать такие дорогие вещи с такими огромными скидками. Полотенечки, вот эти 100% хлопка. Скатерь большого размера, на большой праздничный стол. Очень классная скатерца, я мне улюбилась. Вот и мои любимые продукты из компании. Тушь 5 в 1. Наверное, многие ее знают. Просто волшебная тушь. Отделяет каждую ресничку, удлиняет как-нибудь в два раза ресницы. Моя коллекция лаков, любимых на каждый случай. Набор для бровей. Просто творитель садюса. Не нужно быть художником, просто оттеняем бровки и фиксируем гелем. Супер удобные кисточки. Гели для душа и мыло. Невероятно ароматные. Просто невероятно. Я таких ароматов, стоких в жизни не спрятала, ни в одном магазине не чувствовала. И мыло у нас в мыльнице, но сколько бы там оно ни лежало, и в какой бы воде ни лежало, оно никогда не раскиснет, как из обычных магазинов. Оно всегда крепенькое и до самого конца тверденькое. Кстати, мой муж, постоянный клиент теперь у меня. Он очень полюбил дезеранты, шампунь и гель для душа. И мыло. Деткам, конечно, тоже я беру все в рефлейме, потому что у нас все гипоаллергенно. Вместе с мужем мы, кстати, полюбили, очень, очень полюбили продукцию Wellness. Это здоровое питание, это диеты, с ним можно и поправляться, главное правильно использовать. Если нам надо убрать животики с мужем, мы начинаем кушать супчик, томат и базилик, наш любимый, прям вот как томатный суп-пюре. Очень вкусный, очень детический. С батончиками мы пьем чаек вечером на сон грядущий. Тоже мы от них не толстеем, потому что там очень мало углеводов. Они сладенькие, но с ними не наберется ни один лишний грамм. Еще у меня муж любит вот эти батончики на тренировку брать, потому что батончик протеиновый. Как он говорит, он закрывает ими протеиновое окно. Я не знаю, может это пока тем, кто в залах занимается, понять, мне не понять, я просто худею. И, конечно же, вот, а, еще коктейль Wellness тоже обожаю, мой любимый шоколадный, как какао. Я его люблю, и с молоком можно добавлять, и с водой, вкусняшка. И тоже вот вместо вода, да, перекусить. Просто выпиваю коктейльчик, тканчик, и кушать уже не хочу. Я так худею, я также все эти продукты можно использовать для набора массы тела. То есть вам нужно поставить инструкцию, но тоже применять нужно со смыслом. Спросите у своего спонсора либо в команде, как применять эти коктейли. Ну и, конечно же, витамины для всей семьи. Для мужа, для меня и для деточек. Тут все, тут все витамины, мультивитамины, мультиминералы, все, что нужно, суточная норма в этих витаминах есть. Также омега-3 для детей и для взрослых. То есть омега-3, вы сами знаете, рыбий жир, мы тут рыбьим жиром и не пахло, но это очень полезная вещь для здоровья деток. Поэтому мы это все используем, покупаем. Нам не нужно теперь входить в аптеки, покупать там какие-то синтетические витамины, у нас все натуральное. Эта продукция Wellness прошла очень много сертификаций именно государством, проверок качеством, поэтому нет никаких сомнений, что они на самом деле очень полезны для здоровья. Итак, резюмируем сегодняшний наш вебинар. Конкретные действия повторяем, да? Что нужно делать в твою критику, успеху и зарабатывать деньги? Пользоваться продукцией, покупать не в обычном магазине за углом, а в рефлейме. То есть у вас есть свой магазин, у вас есть свой онлайн-магазин, вы просто кидаете в корзину и берете у себя. Вы не носите в чужие магазины свои денежки кровные. Нужно приглашать людей в свою команду, которые будут дублицировать вас. То есть, это все же самые действия, что вы проделали с своим новичком. Вы его пригласили, вы его обучили. Также и ваш новичок приглашает людей и обучает их. И обучаться, это очень важно, учение свет, а не учение чуть седло на работу. В супе кусочков аучей нету. Там суп-пюре, но суп полностью на белках. То есть, там есть картошка, горошек, шеклон, то есть, все-все-все самое натуральное. Вы можете посмотреть на сайте Reflame весь состав. Все натурально абсолютно. верьте в себя, и у вас все получится. безуспех, на самом деле, на 1% состоит из везения и на 99% от вашего желания. Я надеюсь, что сегодняшний динар вам был очень полезен. Я очень готовилась к нему, хоть бы донести всю-всю информацию полезно. Если у вас есть вопросы, задавайте мне, пожалуйста, их. Сейчас отключу чат. Задавайте вопросы, я вам на все, на все ваши вопросы не все-все отвечу. Спасибо вам, Алимира, что пришли. Так, 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 побежал, подождите минутку, не успеваю. Так, Татьяна Прохорова, Екатерина, расскажите, пожалуйста, как заработать первые деньги, с чего начать. Татьяна, мы начинаем с того, что обязательно ходим на вебинары, потому что вся, вся, вся кладезь знаний именно в вебинарах. Вы посмотрите хотя бы минимум, там, знаю, 7 суток вебинаров и вы очень много для себя усвоите и поймете. Первым делом, что нам нужно сделать, это пригласить несколько человек в свою команду и тоже главным главным акцентом, я считаю, нужно начать пользоваться продукцией. Поймите, что продукции своего магазина пользуются намного выгоднее, чем магазинам по здоровью. То есть, вы создаете товарооборот, как и ваши новички, с этого вы получаете деньги. Продукция высшего качества и в Швеции. Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо вам большое. Мне так приятно читать. Сейчас ваше спасибо. Где вы рекрутируете? Я рекрутирую ВКонтакте и в Фейсбуке и еще в Инстаграме. Но больше всего я рекрутирую ВКонтакте. Мне по душе эта соцсеть, я всегда в ней сидела, до депрета даже постоянно тут все знаю, все, куда чего нажать, поэтому я тут. Если бы я в какой-то другой соцсети сидела, я бы там работала. Естественно, где вам удобнее просто пользоваться соцсетью, там приглашайте. Мария Сайфульдинова. Потерять уровень это как? Понять. Потерять уровень это значит, что вы, к примеру, вышли на 3%, вы собрали 150 баллов групповых. На следующем каталоге у нас каждый каталог баллов набираются заново. То есть это как выручка в магазине считается же ежемесячно. У нас выручка из баллов считается каждый каталог. Если бы вы не набрали в следующем каталоге 150 баллов, вы потеряли уровень. То есть вы опять на 0%. Но лучше побольше поработать, чтобы наоборот поднять свой уровень, а не потерять его. Когда лучше открывать ветку на каком этапе Александра Шиповаленко? Открывать свою ветку я советую на 6%. Когда вы уже поняли, как все это делается, что вы уже требовали какой-то опыт, как работать с командой, поэтому достигнув 6% мы открываем свою ветку. Юлия Миллер. Екатерина, я правильно поняла, при достижении 15% уровня будет премия? А у нас премии начинаются даже с 9%. С 9%, потом на 12%, на 15%, на 18%, на 22% и так далее будут премии. Чтобы получить премию под труборостом с 9%, нужно удержать свой уровень 2 каталога подряд с отрывом от нижестоящих, чтобы у вас были тоже веточки свои, у которых есть люди. Алена, без прозванных. Какие витамины рекомендуете для укрепления иммунитета дочери подростку 15 лет? Для иммунитета я очень-очень рекомендую вам и омегу-3, и велнес-пэк, обязательно велнес-пэк тоже очень рекомендую, потому что он поддерживает весь организм, весь иммунитет повышается, и его можно принимать не только там весной и осенью, но и зимой и летом постоянно. Ирина Середкина, очень все красиво оформлено и очень всем информировано новичков. Спасибо, спасибо вам за такой отзыв. Татьяна Павлов. Так, Татьяна, на скольких страницах можно заработать? Татьяна, у меня 15 страниц, тем больше страниц, тем больше вы заработаете. Не пожалейте вы создать страничку и поработать с ней. Эта страничка вам может быть когда-нибудь принесет 100 тысяч рублей. Поэтому тем больше страниц у вас, тем больше заработок. Не жалейте. Даже если нужно купить эту страничку на каком-то сервере за 15 рублей, это то же самое, что один раз на маршрутке прокатиться до своей наемной работы. Только с этой странички вы можете заработать реально большие деньги. в интернете, кто-то из этих родственников начали работать? Ну конечно, не только из родственников, но и из друзей. Очень многие пришли ко мне, потому что они видят, что это все реально. Они многие говорят, что ой, мне вот такого присылали предложения, я не видела, что на самом деле реально. Я говорю, конечно, то есть они приходят ко мне, я им даю все обучение и они уже начинают зарабатывать. Обязательно, конечно, все родственники, ну, если они видят, что свой человек зарабатывает, почему бы тоже не поменять свое будущее. Матвиенко Алла, из чего складывается первый заработок, который перечисляется после открытия счета? Я правильно понимаю, начиная с 100%, уже средства скапливаются на моем личном счету, но получить их можно только после. Да, и из чего складывается первый заработок, да? Первый заработок складывается из вашей объемной скидки, которую вы заработали за счет своего уровня и за счет заказа, то есть вы копите, копите, копите эти суммы, то есть вам еще можно оплачивать, то есть у вас оплачиваются сами заказы на 60% с вашей объемной скидки, то есть это моментальные деньги. Если у вас кто-то из знакомых, например, заказал на 2 тысячи, или, нет, допустим, у вас знакомых кто-то на 5 тысяч, заказал, вы заплатите только из денег 2 тысячи, а 3 тысячи получите сразу себе в карман, потому что объемная скидка платит за вас заказ, а остальное все, что свыше, оно будет купить на вашем счете консультанта, 100%, и как только вы открываете и индивидуально предпринимаете, вам вся эта сумма сразу же перечисляется. Кстати, индивидуально предпринимаете, становится ничего страшного, вы просто его открываете в свои ближайшие налоги в вашем городе, и все, получаете деньги. А там, если кто-то боится все налоги платить, технологии он еще уменьшится на обычной работе, всего 6%, а не 13%. Катя, а как вы вконтакте пишите, что это рефлейм, модератор не несет этого слова бустит? Да, я вконтакте не пишу слово рефлейм, то есть я его либо картинкой могу послать, либо вообще написать просто слово компания, и послать свой рекрутинговый сайт, либо просто написать ор, к примеру, точка, точка, и английской буквой, потом запятая, и потом не отреагировала там у них у модераторов программа какая-то связь, тоже стоит это слово, нужно предоизменять это слово. Так, артамановая пистина, есть ли какие-нибудь витамины для ребенка с года? На самом деле таких специальных витаминов еще пока нет в рефлейме, но никто не запрещает давать омегу, к примеру, с года, потому что это обычный рыбий жир, который нужен всем деткам, даже взрослым. Тарасова Ольга, я думаю, до золотого директора ослабляться нельзя, а дальше уже самому не захочется и только вперед. Да, конечно, вы просто поработайте, поработайте этот год, вы все равно будете этот год работать, да, к примеру, даже если не в детдете, вы все равно этот год будете работать, и только вы там будете зарабатывать свой стабильный доход, который никогда-никогда не увеличится, ну, может быть, на 5 тысяч со временем. А здесь вы заработаете, как год, вы начнете зарабатывать, к примеру, по 30 тысяч рублей через год, а через два года уже по 60 тысяч рублей, через два с половиной уже по 80, по 100 и так дальше, дальше, дальше. вы на самом деле зайдете до золотого директора, он уже не захочется останавливаться, потому что эти блага, которые можно приобрести на эти деньги, они неоценимы. То есть многие строят уже дом, наши предприниматели, многие обеспечивают свои мечты, даже у нас уезжают в другие страны, жить, кто какие мечты себе когда-то мечтал, какие мечты исполняют. Ну, Кристина Шемякина, спасибо большое, просто у меня родня насчет этого бушует, я не верю в все это, я верю. Кристина, как у меня бушевала родня, ну, никто просто даже, наверное, представить не может. Я говорю, мы сможем, мы скандалили даже, у нас были скандалы, но я просто попросила, пожалуйста, дай мне время, просто дай время, пожалуйста, не мешай. Вот, я тебе покажу, что я смогу. И теперь, у меня не только муж, у меня и подруги все, и прям вот все прям меня хвалят, молодец, как-то это вот явилось, как классно, умничка, ну, теперь у меня просто лавры, лавры на меня все лица. Да, верить начнут, когда свою зарплату пойдешь на стол перед ним. Как мой муж поверил? Он мне не верил, даже когда я уже на 22% вышла, я только когда получил, мы поехали вместе в банк и сняли с счета, с кассы нам, прямо, трескаться, срезокошечка, скунули 50 тысяч рублей, и когда я ему дала, говорю, на, убирай в касселете, когда он не поверил, он мне говорит, теперь я верю. У меня муж меня мотивирует, говорит, все, сидишь, иди работай, а у меня теперь тоже так же. Иди работай, сколько там у тебя баллов, сколько у тебя зарплата, все, я меня после каждого каталога интересуюсь. Ну, зарплату я читаю за каталог 30 тысяч рублей, это круто, для мамочки в декрете особенно. Для меня это круто. Моего вебинара будет запись обязательно.